Те, кто при Порошенко были избраны, они продолжают свою каденцию. Независимо, нравится это Зеленскому или не нравится. Да, его можно посадить, если есть претензии, что они совершали какие-то финансовые институты. Махинации, то они могут отвечать по полному кодексу. То, что они не отвечают, вот уже Рожкову сколько раз обвиняли в преступлениях, и то, что она до сих пор не то, что на свободе, а на должности, но это уже, наверное, претензия к этой власти. Вот они что сделали? Их самая большая победа, их турборежим в Верховной Раде, это отмена неприкосновенности. Ну вот мы уже живем в январе, нет неприкосновенности. Что в нашей стране, собственно, изменилось? Вы так преподнесли это, что вот только это мешало садить людей. Вот целый январь. А вот, если разобраться, действительно, в причинах цеха, цей недоторканости, так званой. Я вот знаю несколько нардепов от партии Зеленского, и они мне тоже чётко говорили, что, если касается голосования по рынку земли, хоть хворый, хоть кривый, хоть косый, хоть пьяный, но чтобы он был на месте и натиснул зелену кнопочку. Если этого не случится, то там погрози насильные, криминальные, то есть, до убийства доходят, такие погрози, но все же таки, чтобы он был на месте и проголосовал. Как вам здаётся, вот, самое с 1 сечня, что сняли недоторканность, можливо, это, чтобы на другом читании все же таки проголосовали закон про так звану землю, чтобы аргумент, тиск правоохранных органов, он просто сбликнулся на этих народных депутатах? Ну, безусловно, но я бы не сказал, что её отменили, депутатскую неприкосновенность. Она условно, да, сейчас депутаты у нас неприкосновенные, потому что, если раньше вопрос о привлечении к ответственности, вопрос об обыске, о прослушке принимал, ну, большинство Верховного Рада, да, они голосовали, то сейчас это принимает исключительно генеральный прокурор, даже не его зам, генеральный прокурор, либо исполняющий генерального прокурора. То есть, ни один прокурор, который возбуждает дело, ну, сейчас просто регистрирует его на производство, не имеет права ничего сделать, пока визу, то есть, оно даже в ЕРДР не попадет, эта запись, пока визу не поставит, лично генеральный прокурор. Генеральный прокурор уже свою независимость показал, когда он был недавно на пресс-брифинге, рассказывал, как они с послом США очень хорошо реформировали прокуратуру. Поэтому вся независимость наших депутатов теперь переместилась из Сионного Зала и Комитета по регламенту, переместилась на улицу Танковую в посольство США. Безусловно, эти люди будут давить. Есть, да, вот как Луценко говорил, что ему давали список неприкосновенных, кого трогать нельзя. Да, и теперь точно так же будут списки прикосновенных и неприкосновенных. Кого рябая шапка будет подпись ставить, а кому не будет ставить. А по земле, да, безусловно, давление идет. И вот сейчас, по форматированию кабинета министров, да, там, вот уже Зеленский сказал, что надо сделать. Некоторое министерство обратно раздробить, некоторых министров поменять. Это же, да, идет торг. Вот Ахметову там вроде бы обещали, там, Министерство развития территории, там, вместо Бабак должен зайти его человек. То есть вот отдают уже там два министерства, налогово там Нефедова хотят снять, таможня. И налогово, вот сейчас скандал, да, который там по Одессе, тоже хотят главу налогово снять. Это тоже уходит в счет торгов за голосование. То есть собирают вот необходимые эти голоса и раздают должности. Ничего, по сути, не изменилось. Вот когда то, что Зеленский, вот я же напомню, в апреле, когда он стался президентом, он пришел к власти на двух главных ожиданиях людей. Мир и тарифы. То есть по миру он себе поднял с пола вот эти кучу красных линий, то я не сделаю, с теми говорить не буду, то нет, то не так, да? Просто ограничения. По земле никаких ограничений. Просто напролом. Вот если бы он перед нами исполнял то, что он нам обещал, так как он перед Соросом нахватался этих всех своих обязательств, это было бы гораздо лучше.